Есть имбирь, Камаля, смотри, вон он. Крупненький хочешь? Ой, я вижу, знаешь, что я вижу очень красивый, для того, чтобы нам было легче нарезать. Давай его, да? Достаточно будет? Вполне достаточно, нам буквально чуть-чуть. Всё здесь? Давай перец ещё чили. А-а-а! Скажи. Любишь? Очень. Существует несколько сортов перца чили. Знаете, красный перец острее зелёного. А ещё очень важен размер стручка. Жгучий острый перец меньше и тоньше. Слушай, по-моему, это будет такой ядрёный. Берём? Берём, берём. Обязательно. Что на месте? Здесь есть на месте, в нашей креветочке. Идём? Идём. Пойдём. Дорогие друзья, не часто увидишь самую настоящую миссис мира, вот так, сидящую на кухне, готовящую еду для своих гостей. Но, дорогая королева, я вынужден быть принципиальным ведущим, и поэтому три часа на приготовление, и, к сожалению, ни секунды больше. Пожалуйста, прошу вас установить будильник. Время пошло. С какого блюда мы начнём приготовление твоего званого королевского ужина? Мы начнём приготовление с десерта. И называется крем-карамель по-восточному. Собственно, я догадывался, что этим всё закончится, что какая-то восточная сладость. Ой, это вообще вкуснятина. Я тоже бывал на Востоке. Мне очень нравятся восточные сладости, потому что в них есть какая-то загадка, таинственность. Восточные сладости – это слабость любого уважающего себя мужчины. Скажи, пожалуйста, когда крем-карамель готовят на Востоке, обычно какие продукты используют? Сахар, вода, малина, мята, смородина, ванилин, яйца, сгущённое молоко, цельное молоко и сливки. Начнём. Давай начнём с приготовления карамели. У нас есть сахар. И нам нужно смешать воду с сахаром. Давай. Совсем немного, потому что... Чтобы вода, я смотрю, только покрыла сахаром. Только чуть-чуть должна она покрыть, хорошо впитаться. Так, вот она уже хорошо. И вот она уже растаяла. И вот она уже растаяла. Но нам нужно сейчас поставить это всё на плиту. И ты мне поможешь, потому что нужно будет её постоянно помешивать, чтобы она не пригорела. Ну что, пока карамель готовится, я буду тщательно следить, чем займёмся. Сейчас разобьём яйца в ёмкость. Я восточные сладости очень люблю, но употребляю их, так сказать, ровно один раз, ну, как бы в неделю. Теперь нам нужно буквально две щепотки ванилина. Две-три вот так вот, не больше. Иначе будет горчить. Теперь мы начинаем взбивать миксером. Сначала на маленьких оборотах и по часовой стрелке. Чем лучше собьётся, тем десерт будет более пышным, более таким мягким. Ты можешь вращать по часовой стрелке, а я тазик против часовой. Посмотри, это мы всё для ускорения, для ускорения. Две руки, хорошо, четыре лучше. Так. Смотри, как хорошо сбились яйца. Да, прекрасно. А теперь вы должны взять сгущённое молоко и потихонечку влить прямо сюда. Вливай, вливай, давай. Всё, вливай. Вливай по чуть-чуть, а я мешаю, я мешаю, мешаю. Саш, я сейчас сбавляю обороты, а ты вливаешь сюда молоко. По чуть-чуть. Всё? Да, всё. Крем карамели, не знаю, вот по-восточному, но в Италии у нас это подаётся как нечто такое студенистое, белое такое, молочное, жёлтого цвета. Я, к сожалению, его никогда не заказываю. У меня какой-то сам вот вид этого желе на меня не производит впечатления. Как поживает сейчас твоя яично-молочная смесь? Практически готова. И мне, по-моему, кажется, что подпахивает карамель. Да и вот, чтобы мы её с тобой не... О, вытаскивай. Вот, она готова. Слушай, да, держи. Ох, и непростое это дело готовить восточные сладости. Не прекращая взбивать яйца с молоком, нужно успеть перелить горячую карамель в противень и, пока не застыло, обмазать ею дно и стенки. А теперь давай прям вот так вот. Выливай, выливай, не бойся. Тише, 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 тише. Да не бойся, я на этом уже зубы съела. Что мы с тобой наделали? Так вот и я тебе о том же. Ну ты знаешь, ну не всё бывает без происшествий. Ничего страшного, давай. Всё. А теперь, пока вот это вот всё, вся масса не упала, мы быструю в разогретую печку ставим. Какая температура должна быть у духовки? Духовка должна быть разогрета где-то до 180-200 градусов и на полчаса. Пока будет выпекаться десерт, чем займёмся? Займёмся закуской. Карачий шримс, овощная икра с тостами. Мне абсолютно ничего не говорит это название. Такое название мне говорит только «Востоке». А что именно там, я даже не могу предположить. Карачий столицы Пакистана шримса – это креветки. Поэтому по логике получается, что это креветки по-пакистански. Сочетание креветки и овощной икры для меня абсолютно сочетаемая вещь, потому что с креветкой, если она хорошо приготовлена, сочетается всё. Скажи, пожалуйста, из каких таких российских продуктов мы будем сейчас с тобой готовить это пакистанское блюдо? Чёрный хлеб, репчатый лук, кинза, чеснок, помидоры, болгарский перец, перец чили, смесь пакистанских трав, кари, кориандр, куркума и смесь перцев, соль, кунжут, тигровые креветки, гранатовый соус и листья зелёного салата. Теперь скажи, может быть, что там, порезать нужно? Я тебя очень попрошу, знаешь, порезать лук, чеснок и кинзу. Но я от лука очень сильно плачу. Я тоже. Ну, пожалуйста. Хорошо, как резать лук? Можешь полукольцами. Я думаю, что полукольцами будет быстрее жариться. А я помидорчики, болгарский перец и перец чили. Я знаю о том, что овощная икра делается, ну, по крайней мере, мои познания говорят о том, что она делается только из двух видов овощей. Это баклажаны или кабачки. Ой, очень жалко. Я, наверное, всё-таки уйду голодным. Не ем овощную икру, к сожалению. Камаля, ну, надеюсь, не будет некорректно выглядеть мой вопрос. Ты же всё-таки миссис. Скажи, пожалуйста, где твой супруг? У него такая работа, что он разъезжает по всему миру. Но в данный момент я его оставила ради вашей передачи ненадолго в Украине. На самом деле мы познакомились с ним тоже в Украине на деловой встрече. Меня пригласили как раз по концерту. Было очень много разных мужчин, все бизнесмены. Упросили меня спеть? Ну, я спела. Ну, всё. Он встал на колени, поцеловал мою руку и сказал, что с этих пор я ваш поклонник. А потом начались ухаживания такие, что там вообще звонки, приезды. И он буквально приехал через три дня, даже через два дня после концерта и сделал мне предложение. Но я сразу же почувствовала, что это что-то моё. Что это действительно моё, потому что до этого таких подобных чувств я не испытывала. В общем, слушай, у тебя настоящая сказочная королевская жизнь получается. А вот тут возвращаю тебя на землю. Что у тебя происходит с перцем? У меня уже всё порезано. И помидоры, и перец. И я вот тоже всё нарезал. Что мы со всем этим делаем с тобой? Теперь мы это всё тушим. Я понял. Жарим. Мы идём к плите. Правильно. Пойдём. Это блюдо мне уже нравится. То есть для меня оно приемлемо. Это овощное блюдо. И я думаю, что это будет баклажановая икра, наверное, кабачки всё вместе. И выпеченные вафельные такие толстые. Сначала мы пассируем лук. Сейчас он будет стреляться, потому что сковородка уже разогретая. На второй сковородке делаем тост. Обжариваем чёрный хлеб без добавления масла. В третью сковороду, прямо в кипящее масло, забрасываем чеснок и как только он подрумянился, добавляем креветки. Тем временем репчатый лук у нас уже поджарился. Можно добавить уже чесночка. Я просто боюсь немного перебавить, потому что чеснок это дело пикантное. А далее к луку-чесноку отправляем перец. Сначала болгарский, а затем и чили. На самом деле, в восточных странах очень любят острые такие продукты, блюда. Я, честно говоря, уже привыкла. Накрываем крышкой. А теперь пора вытаскивать, по-моему, креветки, потому что они будут жёсткие. Они у нас пока стынут. Креветка – это такой продукт, который очень легко испортить. Она имеет настолько нежное мясо, которое податливо любому привкусу и сразу, в общем-то, заберёт в себя всё плохое. А вот хорошего добавить туда, так сказать, это искусство повара. Перец немножко притомился. Давай добавим сейчас приправы. Берём смесь пакистанских трав с карри, кориандром, куркумой и несколькими видами перца. Тщательно перемешиваем овощи и добавляем к ним помидоры. Слегка подсаливаем и, продолжая помешивать, тушим на медленном огне. До какой степени готовности или сколько по времени это всё дело должно тушиться у нас? Продолжение следует...